Всем привет! Меня зовут Нармина. И сегодня я хотела бы вам сделать видео о покупках одежды, которые я совершила в самый лучший месяц августе, потому что в это время просто невероятные и просто безумные скидки идут в магазинах. И Нармина в это время очень счастлива, потому что ты можешь купить очень дешевые вещи в хорошем магазине, с хорошим качеством и невероятным дизайном. Так что я сегодня покажу вам несколько из них. И, конечно, я все на себе примерю, потому что я обожаю свои видео, когда люди примеряют на себя и ненавижу, когда просто так и показывают. Так что поехали! Итак, первую кофточку я уже надевала в видео в прошлом, когда тоже показывалась в покупке. Это вот такая вот кофточка Pull&Bear, но она огромная, кажется, потому что я ее купила в размере L. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что она была единственной и висела в размере L. И она стоила так дешево, что, я не знаю, даже шоу-му себе за это не купишь. Pull&Bear магазин, очень хороший, очень мне он нравится, я очень много там чего покупаю себе. И я думаю, господи, да за такую цену я могу даже хоть на пляж с шортами куда-нибудь надеть. И она очень красиво смотрится в видео. И офигенный цвет. Ну, конечно же, за цветы я большинство ее взяла, потому что я не могу. Лазурный вот такой зеленоватый цвет, это мой любимый цвет. Смотрится большеватый, но я буду ее носить с поиском, может быть, с шортиками, с юбочкой короткой. И, да и все равно, что она размера L, просто может быть так и сделана, что так и должно быть. Что она должна быть такая более большая, oversize. Ой, у меня здесь, если честно, чуть-чуть все они помятые вещи, потому что я сейчас их складываю в Москву, потому что все вещи, которые я вам сегодня покажу, ну, наверное, кроме той кофточки первой, я возьму себе в Москву. И я брала уже на такой учет, что я поеду сейчас в поездку. Я брала такие вещи, которые мне будут удобно и практически надевать в институт. И, может быть, в прошлом году я тоже каждый август я шоплюсь. И тот август немножечко был другой, в плане другие были вещи. Сейчас намного другие они, они-то более свитера, кофточки, более практичные вещи. Следующая вещь это из магазина Cotton. Это вот такой вот нежно-нежно-розовый свитерок. Это даже такая, как толстовка, она больше идет. Но чем она меня привлекла? Это такой вырез буквы V. Я очень сильно люблю такие вырезы, мне кажется, они идут всем. И только из-за цвета, из-за этого выреза, и то, что такая практичная кофта-как с толстовкой, я ее взяла, чтобы, конечно же, толстать ее в институт. Следующая вещь это у нас будет юбка. Я ее купила в Нью-Йоркере. И эта юбка, я ее даже не смогу так показать, это простая вот такая вот черная юбка. Но необычная она тем, что у нее необычный вырез. И стоила она очень дешево. Это, наверное, самая дешевая покупка, которую я совершила из всех вещей, которые вы сейчас сегодня увидите. Самая дешевая покупка, и мне кажется, ее носить, таскать ее в институт, она такая ненавязчивая, черная. Подойдет с любой кофтой, подойдет с любой обувью. Хочешь ты из этой юбки можешь сделать чуть ли не вечернюю на выход с каблуками, если надеть. Или просто обычную на утро в институт, например, с кедами. Мне кажется, практичная вещь, хотя мама говорит, что она выглядит на мне огромной. Но это мой размер, и просто она такая должна быть. Она в талии у меня здесь узкая, а вот здесь она более такая как бы лохонистая. Но непринужденная, длинная и невульгарная. Это главное. Следующую кофточку мне нашла мама, когда мы с ней случайно проходили по магазинам. Она тоже любит этот же цвет, как и я, такой лазурный. Эта кофта была не на скидке, но она была довольно такая... Ну, она была как бы нормальной цены. Магазин, у меня очень нравится дизайн этого магазина, в плане они едят очень красивую одежду. Это турецкое качество, это турецкий магазин. Мне понравилась ткань, она такая полупрозрачная, вот здесь завернуты рукава. Очень приятно к телу, красивый цвет, можно надеть хоть с чем. Хоть с брюками, хоть с кофточкой. Она такая ненавязчивая на каждый день. Ну, короче, пойдет. Следующая вещь, я покупала ее де-факто. Тоже, по-моему, турецкий магазин или какой-то такой, я не помню, какой-то магазин. Это вот такая вот юбочка, она такого кирпично-оранжевого цвета. У нее вот здесь как лепки есть. И мне понравилась, это чисто осенняя коллекция. Хотя она была уже на скидке, но, может быть, она как бы шла летняя, но она мне прям видится только к осени, когда вот листва начнет желтеть. И вот такой вот цвет будет прям вот как стати. И она красиво сидит, у нее такая вот на завышенной талии ее носить. Хотя она немножечко коротковата, но с черными колготками и с кедами, ну, не с каблуками точно, ее будет очень красиво надеть на институт. Как же, я уже говорю, все время я брала вообще всю одежду в этот раз, только чтобы я готовилась, ну, носила ее в институт, потому что ближайшие 4 года я буду ходить только туда. Ну, не только, но все равно большинство времени я буду проводить там. Я брала более такие, немножечко скромные, ну, такие скромноватые вещи, более закрытые, потому что жить там одной. Следующая вещь, это, наверное, та вещь, по которой... У меня никогда таких вещей не было в гардеробе. Да, может, вы скажете, Нармин, ты что, кардигадов у тебя в гардеробе не было? Может, и был, но я такие вещи вообще никогда не носила, просто это как бы не мой стиль, но это мне очень понравилось. Она висела одна вообще на вешалке, вообще среди какого-то фини, какой-то скидки. И вы... Как вы думаете, какой это размер? Это размер 4XL. Нармина докатилась до 4XL. Я не знаю, какая она, может быть, была в моем размере SM, но в 4XL она довольно мне нравится. Она такая, она мне свободная, она мне нигде не жмет. Она такая воздушная, я ее даже на себе не чувствую. Может быть, это и плюс, что я взяла 4XL. Я вообще поражаюсь, что это за магазины такие. Тоже All Kiki, это у нас турецкий магазин. Меня привлекла ее, конечно же, ткань такая нежная, вязкая. И, конечно же, принт. Посмотрите на этот принт, ну он просто невероятный. Такие нежные цветы, хотя оно и подойдет и на осень, и на лето, и поехать, например, к морю, и либо ее просто надеть ремешком. Хотя я только буду, наверное, ее носить ремешком, потому что я такой человек, я люблю больше, подчеркиваю, талию. У меня, не знаю, какой-то такой бзык. Я не очень люблю такие свободные вещи, хотя порой их очень люблю надевать, но у меня все время больше люблю такое все, чтобы все было как бы по фигуре. Следующая вещь, это платье у нас. И это платье мы тоже приобрели в де-факто, по-моему. Да, по-моему, де-факто здесь что-то нету, этикетки. Просто невероятный принт. Вы просто посмотрите на это платье. У него тут вот такое вот завышенное как бы горло, оно все закрывает. Здесь пуговки, и сзади вот такая маленькая, как капелька вырез. Но оно очень красивое, по длине мне оно очень нравится. И принт прям вот осенний-осенний. Хочется так его надеть парк, с курточкой и сапогами. Но у него есть один недостаток. У него заниженная талия. Я ненавижу заниженной талии. Она, вот эта талия идет, где мои бедра. А я люблю, чтобы она была чуть-чуть повыше, вот именно там, где она и должна быть. Но, может быть, сейчас такая мода, и я как-нибудь с этим смирюсь. Может быть, даже как-нибудь с поиском его одену. Очень мне его уже не терпится надеть. Последняя кофта, это просто была покупка года. Я зашла туда, потому что там было много людей. И там вот такая была куча всякой фини вывалена. И написано там, все по столько-то, все по этому. Короче, скидки пытаются они избавиться из всего ненужного, чтобы закупиться уже осенней коллекцией. И там лежали всякая летняя фигня, короче. И я думаю, ну пойду поройсь, потому что моя подружка пошла мериться. А я что-то так устала, и решила, думаю, ну пойду посмотрю. Ну, что, мне трудно, что ли, все равно ждать. Я нахожу вот такую вот кофту. Она белого цвета, у нее такой какой-то странный материал, который очень хорошо сильно мнется. Но когда ее вроде бы надеваешь, она неплохо смотрится. С открытыми плечами, и она мне почему-то напоминает прям белого лебедя. Если бы, например, Адетт или белый принцесса-лебедь существовал в наше время, она бы носила именно в такую кофту. Белая, с длинными рукавами, с открытыми плечами. И она мне напоминает немного как балет, какое-то лебединое озеро. Такое нежное, красивое, но тем не менее все закрыто. Единственное в своем экземпляре. Она была в единственном размере, который был мой размер. Я вообще поразилась. Прям эта кофта меня ждала. У нее, конечно, была очень хорошая, приемлемая цена. Конечно, она была намного дороже, чем я купила другие вещи. Но эту бешик, и я понимаю, что они могли еще ниже скинуть. И для меня эта кофта прям вообще must have, наверное, на осень и на зиму. Хотя открытые плечи, но в институт ее надеть. Опять институт был, господи. Так что вот, вот на этом все. Это были все мои покупки, которые я хотела показать. Ни одну вещь я не купила без скидки. Ни одну. Каждая из этих вещей, она была уже со скидкой. Это была чисто охота на скидки у меня. Я не смотрела вещи, которые не висели просто так в новой коллекции. Потому что я понимаю, что их можно будет купить в три раза дешевле. Например, если я их буду покупать, например, в ноябре. Когда уже, или даже в конце октября. Я этого подожду и куплю тогда эти вещи. Так что вот, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Всего вам самого хорошего. Удачи и счастливо. Пока! Пока!